МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как разрешилась кадровая интрига последних месяцев? Что потребуется частным медцентрам, чтобы выдавать больничные и новые стипендиаты президентского спортивного клуба? Все это в итоговом выпуске новостей. В студии Ирина Мартьянова. Добрый вечер. Итак, сегодня разрешилась кадровая интрига последних месяцев. Президент утвердил премьер-министра и его заместителей. Андрей Кобяков и все вице-премьеры продолжат работу в своих должностях. Команда была сформирована еще до выборов. Глава государства назвал ее работоспособной. Поэтому на первый план сегодня выходят экономические вопросы. Окончательно же правительство Беларуси будет сформировано в ближайшее время. Материал нашего политического обозревателя Натальи Бриус. Встреча с руководством правительства в конце года никого не удивила. В это время обычно подводят итоги работы и строят финансовые планы на будущее. Но с первых минут стало понятно, что сегодня разрешилась главная кадровая интрига последних месяцев. Что касается состава правительства, я сегодня принял решение о назначении присутствующих здесь членов правительства на соответствующие должности. Имеется в виду премьер-министр, вице-премьеры. Я хотел бы услышать от вас, вашу точку зрения на работающих ныне министров, оценку этих министров, выкуриваете свои блоки. У вас подчинение немало министров. Я хотел бы услышать вашу точку зрения, прежде чем окончательно сформировать правительство. Во главе Совмина продолжит работу действующий премьер-министр. По конституции его кандидатуру должна согласовать Палата представителей. В парламенте премьеру предстоит в ближайшие два месяца защищать программу деятельности правительства. В кресле его первого зама останется опытный финансист и экс-банкир Василий Матюшевский, курирующий финансовые и экономические вопросы. Год назад он стал новичком в Совмине, сегодня говорит о главных качествах современного управленца. Здесь ряд специфических личностных качеств должно присутствовать, наверное, в современном своем правительстве. Это, в первую очередь, безусловно. Осознание ответственности и сложности – момент. Второе – это готовность быстро меняться самому и реагировать на новые вызовы. Ну и третье – это очень важная готовность принимать на себя ответственность. За транспорт, строительство и ЖКХ все так же будет отвечать Анатолий Калинин. Он прошел все ступени в производственной сфере – от инженера до руководителя. Социальные вопросы курирует в Беларуси вице-премьера Наталья Качанова. Год назад она стала новым лицом в Совмине. Все вопросы АПК – вотчина Михаила Русова. Человек от земли, знает все тонкости работы аграриев. Владимир Семашко – опытнейший управленец и бессменный куратор промышленного сектора и топливно-энергетического комплекса. Нас я уже несколько раз замечал, это покритиковывают там так называемый оппозиционный пресс пятой колонны. Точнее сказано будет, что правительства нет и так далее. Просто забыли о том, что правительство было сформировано до президентских выборов. И это второй раз, по-моему, мы уже в истории нашей так поступаем, для того, чтобы люди видели, если этого президента избирают, кто будет работать в правительстве. Но, тем не менее, мы тогда договорились с тогдашним главой администрации, ныне премьер-министром, что пройдет какое-то время, полгода, чуть больше, и будет возможность и нам посмотреть на работу нового состава, ну и людям определиться, которые поработают в правительстве. Может, им не понравится, может, я не пойму, что они туда попали и так далее. Поэтому у нас до сих пор существует работоспособное правительство. Но по закону и в связи с тем, что мы договорились в течение полугода, посмотрим, как оно будет работать, его надо передозначить юридически и внести предложение по премьер-министрам, назначим ему внести предложение на согласование Нижней Палаты парламента. И вы это все прекрасно знаете. Нынешний состав Совмина работает почти год. Именно в прошлом декабре произошли кардинальные перестановки. Впрочем, президент не скрывал, что команда правительства была сформирована еще до выборов. Этот год показал, правительство работоспособное. Кадровые изменения могут затронуть разве что некоторые министерства. Правда, Василий Матюшевский предполагает, что они в меньшей мере коснутся экономического и финансового блоков. Тандем Совмина и Назбанка в этом году сработал позитивно. Наверное, это не только достижение правительства. То, что приходит, в первую очередь, это, естественно, наша совместная работа с Национальным банком по стабилизации макроэкономической ситуации, по достижению относительного, естественно, относительной сбалансированности. Ну и плюс то, что еще не очевидно для общества, это достаточно серьезная работа над повесткой 2016 года, и самое главное, над программой 16-20. Здесь, конечно, все еще неоднозначно, но главная глава государства внимательно слышит нас. Современные реалии – это реалии неопределенности. Уметь быстро реагировать, приспосабливаться – вот наша основная задача. Такие кадровые решения президенты эксперты назвали вполне предсказуемыми, а нелогично вписываются в политику главы государства. Принятое решение подтверждает то, что глава государства будет придерживаться той политики, которую он заявлял, о которой заявлял во время выборов. Что касается персонального состава, то, естественно, это специалисты, свободно владеющие вопросами, каждый в своем направлении. И объединение этих направлений должно создать те условия, которые позволили бы стране развиваться дальше, в этих очень непростых условиях. Грубо говоря, по периметру идут боевые действия. Это условия, когда меняются технологические циклы, и когда нужны необходимые достаточно большие вложения капитальные на модернизацию различных отраслей, причем ни одной, ни двух, а целого ряда отраслей. В этой известной фразе «кадры решают все», вся суть успешной кадровой политики. Ведь от того, насколько грамотно расставлены специалисты на ключевых позициях в госорганах и на предприятиях, зависит и успех их работы. Нынешняя команда правительства зарекомендовала себя как команда профессионалов. Пройден непростой 2015 год. Именно им предстоит решать и сложные задачи года 2016. Наталья Брёс, Николай Синчилов, Валерий Налуменко, телекомпания СТВ. Сегодня же стало известно, что есть все основания для существенного снижения цены российского газа для Беларуси с 1 января. Договориться о конкретной стоимости и подготовить нужные документы планируется до начала следующей недели. Заявили в белорусском правительстве. Предполагаем, имея все основания, говорят о том, что мы должны существенно понизить с 1 января цену на газ. Доказали это все на уровне, так сказать, и Газпрома, на уровне правительства российской. Но и сейчас идет рабочий момент, и завтра буквально рабочая группа выезжает, для того, чтобы попытаться до 21 числа, до очередной встречи в Москве, руководителей доложить, что мы нашли, так сказать, уже конкретно решение подготовить соответствующие документы. По нефти решение принято о том, что налоговый маневр приморожен. Ну и ведем переговоры с российскими нефтяными компаниями. Есть у нас основания предлагать несколько изменительной формулы цены. Безопасность внутри Беларуси и на ее границах. Улучшение работы силовиков обсуждалось сегодня на совещании у главы государства. Речь шла и об Украине. По сути, непростая ситуация в соседней стране требует определенных шагов по защите наших границ и не только. Какие меры предпринимаются, чтобы белорусов не затронули любые неурядицы в этом неспокойном мире? Екатерина Желянина подробнее. В эпоху, когда торговые горизонты расширяются, глобальные интеграционные процессы идут полным ходом. Расширять возможности поля зрения приходится и в борьбе с общими мировыми угрозами. К сожалению, они с границами не считаются. Даже когда стреляют далеко, нужно быть на чеку. Белорусов, уехавших воевать в Украину, по данным Министерства внутренних дел, около сотни. В Следственный комитет уже направлены материалы в отношении 12 граждан. Они принимали участие в боевых действиях с обеих сторон конфликта на Донбассе. Около десятка наших соотечественников подозревают в интересе группировки «Исламское государство». Во всем мире неспокойно. В Беларуси контроль тоже усилен. И внутренние войска, и пограничники уже давно работают в особом режиме. Аэропорт в последнее время здесь еще более тщательно. Чем всегда следят, кто и что проносит на борт. Кто въезжает и что ввозит в страну через воздушные ворота. Железнодорожные вокзалы, пограничные пункты на автомагистралях. Задача те же – не допустить на территорию Беларуси даже малейшую угрозу. Как еще усовершенствовать безопасность внутри страны и на ее границах обсуждали сегодня на совещании у главы государства. Я хочу особенно подчеркнуть, нам нельзя упускать ситуацию с Украиной. Уже то, что Шуневель задерживает там непонятных людей на вокзале с гранатами, взрывчатками и прочее, говорит о том, что нам расслабляться ни в коем случае нельзя. Так я понимаю. И руководитель пограничного ведомства доложит о том, как идут действия по укреплению нашей южной границы. Более того, я хочу вас просто предупредить. С 1 января начинает действовать у нас Украина с Европейским Союзом соглашение. Естественно, это соглашение напрягает не только Россию, хотя озабоченности высказывались ранее, более года назад. И вот на встрече с президентом России он обращал внимание на вступление в силу этого соглашения, которое приведет к определенным рискам для России и для нас, в том числе и Казахстана. Поэтому нам надо быть готовыми в этом плане обсуждать эти вопросы. Естественно, нам троим, Евразийского экономического союза, плюс Армения и Казахстан, и с Украиной предварительно каким-то образом обсуждать эти проблемы. Потому что само не рассосется. У нас хватает своих проблем в экономике. Но если еще и хлынут товары с Европейского Союза здесь, которые будут возиться по нулевой ставке в Украину, тогда мало не покажется. С нового года в силу вступает экономическая составляющая о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. То есть беспошлиный, ввоз товаров, а плюс еще технические и фитосанитарные стандарты. Кроме собственной безопасности на южной границе для нас актуален вопрос экономический. Ведь Украина не просто сосед, это наш торговый партнер. Так что преобразование и оснащение рубежей, в том числе пунктов пропуска, сейчас востребовано. Сегодняшний разговор у президента в продолжение совещания, которое состоялось месяц назад по вопросам деятельности силового блока. В Беларуси он укомплектован. Кадровые назначения не нужны, констатирует президент. Работа идет эффективно. У нас снижается гибель граждан от различного рода преступлений, правонарушений, от ДТП на дорогах, от различных техногенных аварий, катастроф. Это, в общем-то, показатель работы вот этой системы. И в целом вопрос и сегодня, он не стоит о том, чтобы, допустим, как-то кардинальным образом реорганизовывать эту систему, менять? Нет. Ведь идет именно улучшение качества работы каждого ведомства по своей свердительности. Но эффективность силового блока нужно повышать, в том числе за счет оптимизации ведомств. Впрочем, конечно же, в разумных пределах. Например, избавление от ненужных функций и за счет этого увеличение сил для выполнения поставленных задач. Следственный комитет существует 4 года. Оптимизацию в ведомстве уже проводили, но резервы еще есть. Совсем недавно, буквально месяц назад, главой следственного комитета назначен Иван Лоскевич. Уже вступивший в должность председатель анонсирует. В ближайшие месяцы структуру комитета приведут к оптимальной. В процессе оптимизации нашей регуляционно-штатной структуры мы, наверное, меньше акцента будем уделять каким-то тыловым структурам, структурам, которые обеспечивают деятельность самого следственного комитета. А особое внимание, акцент будет делаться непосредственно на следственную работу. Только за минувший год следственный комитет рассмотрел 130 тысяч заявлений, возбудил 90 тысяч уголовных дел, причем 40 тысяч уже направлены в суд. Безопасность, повышение качества, то есть эффективность силового блока, причем и внутри страны, и на внешнем контуре, сегодня это тот вектор движения, по которому всегда должно идти по нарастающей. Екатерина Желянина, Наталья Бреус, Валерий Науменко, Николай Синчило, телекомпания СТВ. Частным медцентрам разрешили выдавать больничные листы. Такую возможность коммерческие учреждения получат после создания в них специальных комиссий, которые будут принимать решения о нетрудоспособности. Потребуется и обязательная переподготовка персонала. А в случае выявления фактов торговли больничными, частные центры будут лишать лицензии. Для этого вводятся те же условия, как и для государственных учреждений здравоохранения. Требуется определенное выполнение условий по подготовке медицинской персоналы. Это обучение в рамках экспертизы, создание собственной влачной конституционной комиссии, создание условий для хранения больничных листов, которые являются бланками строгой отчетности, ну и целый ряд других элементов. Поэтому я думаю, что с 1 февраля, то, что мы давно уже заявляли, мы потихонечку будем найти вопросы и реализовывать. На пути к Олимпу. Сегодня определены стипендиаты президентского спортивного клуба, которые получат поддержку в следующем году. В списке около 200 спортсменов, паралимпийцев и тренеров. С некоторыми из них познакомилась Ольга Волосовец. Порхать как бабочка у станка и феерично управлять мячом. 15-летняя гимнастка Анна Швайба подает большие надежды, но путь грации труден и тернист с первых шагов. Тренера растягивают, игнув спину, это очень все больно. Но надо терпеть, потому что тренера тоже не любят, когда ты плачешь. Но те, кто преодолел сложности, познал и вкус первых побед. В составе юниорской сборной она стала чемпионкой Европы в групповых упражнениях с пятью мячами. А сегодня грация среди стипендиатов президентского спортивного клуба на 2016 год. Докажите себе и нам, что невозможно и возможно. Добейте своих поставленных целей, побейте рекорды и покорите свои желанные вершины. И помните, что мы вас верим, на вас надеются и всегда вас поддерживаем. В зале спортсмены, паралимпийцы и тренеры – это две сотни подающих надежды представителей легкой атлетики, биатлона, гребли и дюдо. Традиции присуждать стипендию перспективным спортсменам уже 10 лет. На самом деле это очень хорошая поддержка для нас, спортсменов. Первую свою стипендию я получала именно президентскую, и вот она мне дала очень большой толчок в жизни. Мы должны воспитывать в наших молодых спортсменах здоровый патриотизм и мотивацию лидера. Можно быть в сто раз сильнее своего соперника, обладать любыми технологиями, навыками, как победить, но не иметь вот этой воли к победе, и не будет результата. Ольга Власовец, Сергей Капустин, Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Заслуженные люди Минской области побывали сегодня с экскурсии во Дворце Независимости. Почетных гостей провели по залам резиденции главы государства, многие из которых стали эпицентром мировых событий и, по сути, уже вошли в историю. Анастасия Иванникова продолжит. Все то, что обычно остается за кадром и скрытым за дверями официальных протоколов. Дворец Независимости находится в северо-западной части Минска. Места встреч зарубежных делегаций, мировых лидеров, проведения торжественных церемоний, награждения лучших из лучших и зала, где без преувеличения пишется история страны. 30 месяцев на строительство и около 50 тысяч квадратных метров площади. Сегодня Дворец Независимости стал настоящим местом концентрации заслуженных людей страны. Я считаю, что это знаковое событие для любого человека, который попадает в это здание. Это пока известный сельскохозяйственник Николай Радаман делится ожиданиями, впечатлений, безусловно, еще впереди. Да и как иначе, первый зал и уже страницы белорусской политической истории. Именно здесь, на красной ковровой дорожке, встречались лидеры 11 стран в рамках Совета глав государства СНГ. Впрочем, это лишь небольшая часть официальной истории этого зала-дворца. Кроме встреч мирового уровня, здесь еще и чествовали тех, кто о Синёка рассказал благодаря своим спортивным триумфам. Или, к примеру, еще одно впервые. В ноябре здесь прошла инаугурация Александра Лукашенко впервые во Дворце Независимости. Должно быть такое здание, которое бы представляло нашу страну, нашу республику. Масштабную стройку развернули еще весной 2011-го. Просчитывали все до мелочей. Только для оформления окон дворца закупали примерно 3000 погонных метров штор. Залы универсальны для торжественных мероприятий и официальных встреч, переговоров, награждений, пресс-центры и даже зимний сад. Вот и заслуженный учитель года признается, во Дворце пусть и не впервые, но впечатляет. Такие экскурсии, они должны организовываться далеко не только для, скажем так, каких-то высокопоставленных лиц, но и для простых людей. Особый интерес участников экскурсии к этим залам. За событиями, проходящими именно в них, следили дежурившие во Дворце Независимости полтысячи журналистов из разных стран. Почти 16 часов длились переговоры нормандской четверки. Не выдержал ни телефон Ангелы Меркель, ни ручка Владимира Путина. По сравнению с телевизором он более красочно смотрится и более торжественно. Это первая в череде постоянных экскурсий. Первая, которая произошла летом, здесь были студенты, это была такая, скажем так, проба пера. Теперь по поручению президента экскурсии будут регулярными. Они будут проходить, ну, согласно графика, раз, два, может быть, в месяц. Эпицентр событий и подтверждение государственности. Вот такой он, символ синей ока изнутри. Новые страницы белорусской истории напишут здесь уже завтра. Анастасия Иванникова и Сергей Капустин, телекомпания СТВ. Таким был этот день. Увидимся. Продолжение следует...